Да, есть компания Helium, которая как раз строит децентрализованную сеть для интернета вещей, а вот iHub Global это компания, которая продает, так скажем, продает устройство, продает и в данный момент она сама раздает, имея выгоду от токенов, потому что от этих устройств не все токены попадают к человеку, а часть токенов забирает сама компания, поэтому она дает бесплатное устройство, но забирает токенами, ну и с этого еще больше зарабатывает. То есть к тому, что компания Helium это одна, iHub Global это просто как некий дистрибьютор, который продвигает устройство со своим определенным интересом. И на самом деле есть 10 производителей, которые производят, примерно до 10, по-моему, ну могло ошибиться там, может 9 или 11, ну условно 10 производителей, которые производят эти устройства, и эти устройства работают на самом последнем протоколе, который называется, сейчас я прямо сразу скажу, в канале у меня есть написано, можно сразу, у меня есть ссылки, но можно в интернете самому заходить и находить. протокол называется ЛораВан, технология ЛораВан, вот, то есть на ней работает интернет-мещей, ну все, самая прогрессивная технология. Все, заходи сюда, забыл? Подожди, инвалид пишет, логин, логин неправильно, тут логин нужно или почту? А ты убери, я тебе напишу, там подсказка будет, я не помню. Так, я сейчас, Яна, вижу ли я тебя, сейчас у меня в дереве. Посмотри, да. Ты уже много людей нарегистрировал? Около тысячи, вот если сейчас, 949. Ого. Вот, вижу тебя, да, тебя вижу. Какой логин? Сейчас, почта, сейчас в другом зайду. Вот, логин где другой, SSP Mailroom. Вот, я уже как раз набираю. Так, вроде грузит. Да, то есть, получается, это вот, да, я буду говорить, да, есть 10 дистрибьюторов, на которых ты можешь, в принципе, купить и сейчас майнер заказать у других, ну, любых. Ну, когда ты заказываешь у них, ты 100% монет идет у тебя, но это не так интересно, чем, когда ты получаешь, вот я тысячу людей сейчас зарегистрировался, со всех по копеечке получаю. Это гораздо интереснее, чем с себя 100%, знаешь, как в сети говорят. Вот. Все, единственный вопрос здесь в том, что люди очень долго ждут эти устройства, и люди, которые покупали за деньги, они стоят там, ты можешь посмотреть тоже на канале, есть ссылки на производителей, там от 3 до 6 месяцев, как бы они ждали и платили там от 400 до 1000 долларов. Плюс, там всякие, ну, могли покупать усилители и так дальше. Вот. Это вот, ну, мы, как бы, один из дистрибьюторов. Это вот, ну, как бы, дашборд, все понятно, твоя реферальная ссылка, вот сразу видишь сверху, вот она, чтобы, как бы, знал, давать дальше. Заказ слева, давай смотри, дашборд, это мы сейчас находимся, потом Helium Pack App, это как раз раздел, где мы делаем заказ. Это приложение, где показана карта, и мы там делаем, да, заказ. Так, нажал. Да, да, я вижу, что нажал, вижу, что еще только у меня показано, грузится, не знаю. Вот, водил один пароль, тот же. Тот же? Да, да. Здесь устройства, они являются раздатчиками низких волн по этой технологии для интернета вещей, а также являются нодами своей блокчейна. Из-за чего-то, что-то, это, неправильно, что-то ввел. Ввел неправильно. Так, пароль. Пароль может? Да, на имейл ругается почему-то. Не, ну, типа, что-то данные не совпадают или не так там, ну, как бы. А, вот, зашел. Да, вот смотри, я сразу тебя. Здесь есть блокчейн Proof of Work, ну, ты знаешь, как Bitcoin, Proof of Stake, как эфир, например. А здесь новая технология Proof of Courage, здесь подтверждение консенсуса по геолокации. То есть устройство подтверждает работу других устройств, как бы, ну, на местности. И чем больше плотность, тем лучше, то есть, ну, сильнее покрытие. Потому что, если оно... Нормально, а что тут, я смотрю, уже точки есть, что ли? Конечно. Ну, сейчас я тебе рассказываю. Смотри, если оно одно стоит отдельно, ты мало зарабатываешь. Если оно стоит уже в сети с другими, то ты намного больше зарабатываешь. То есть суть в том, чтобы покрыть плотно всю, ну, как бы, поверхность. И, ну, как бы, если к тебе подключены еще умные устройства, то ты еще больше монет зарабатываешь. Ну, давай сейчас, например, напиши... Делай меньше, посмотрим на Америку, просто хочу, чтобы ты повидел, где оно есть. Делай меньше, да. Видишь, это вот буквально за неделю люди начали рехаться. Просто вот красная точка означает, что мы заказали устройство. Зеленое – это оно работает. Переведись на Америку, например, покрути карту. Ну, вот видишь, как бы, сколько это вот внизу. Вот Америка будет зеленая. Потому что там все... Вот. Тоже красная. Ну, ты, если ты ближе, да, оно просто еще заказано. Но если ты ближе еще, там будет... Просто сейчас началось бесплатно, они начали еще больше заказывать. Но там было бы много. Если ты наведешь, например, Нью-Йорк найдешь, вот, найди Нью-Йорк. Ну, например, ну, или вот любой город, вот, увеличь, да, вот, может, любой город, вот, это какой-то там, неважно. Видишь, тут просто плотность найти, найти, как бы, место для геолокации уже очень сложно. Потому что ты не можешь поставить меньше, чем за 300 метров друг к другу. Если, да, сделай вообще ближе, 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 вот. Вот, наведи. На зелененькое там где. Вот, видишь, оно идет, как бы, сотами. Вот, такими сотами. И это вот как покрывает, ну, как бы, геолокация. Вот в этих же сотах, где стоит зеленая точка, ты же рядом поставить, ну, по сути, там нет возможности. Либо, если ставишь, то очень мало, как бы, получаешь. Потому что там уже есть свое устройство. Наведи теперь на... А, здесь нельзя навести. Я сейчас тебе скину подрисылку сразу, чтобы мы по ходу с тобой разобрались. Сейчас, секундочку. Там лучше видно. Тут просто... Сейчас, секунду. Здесь просто заказ и видно желтый. А есть блокчейн, где стоят только, как бы, зеленые точки. Заказы не видно. И ты видишь, как они там все... Ну, зеленые. И там можно посмотреть, сколько каждое устройство добывает монет. А вон еще черные какие-то точки есть. Сейчас, сейчас, сейчас. Черные, это... Ну, там написано, что каждый означает. Есть просто синие, когда ты там планируешь для своего друга. Красное для себя. Зеленые заказки. Черное там что-то еще. Нажми на ссылку, щеку пересолкну. Нажал? Нажал? Да. Вот, видишь, это как блокчейн. Вот, эксплойер блокчейна. 129 устройств сейчас, как бы, есть. Вот, нажми на вот эту цифру, 129, например. 129 тысяч, наверное. Да, да, да. Нажал. Вот, сколько есть. Сколько сейчас онлайн? 82 процента там. Ну, вот это, короче, показано там. Ну, по нему куча там показана. Можно, ну, вот, если вникать там, разбираться в кучу статистику. И зеленое, вот это, где все стоит уже, установлено. Вот здесь вот эти. Вот здесь вот. Да. Вот приблизи, например, любую, ну, там, видишь, Европы много, и, как бы, много Америки. Вот, там, приблизит Великобританию, например. Ну, или там, неважно. Сюда, еще ближе. Видишь, вот такие соты. И в этих сотах сейчас проявятся, сейчас, сами устройства. Сейчас они проявятся, они подгружаются. Это просто радиус, ну, как бы, типа, устройства, но по сотах разбито у них. Ну, тут соты, получается, это на соту одно устройство, что ли? Да, то радиус, примерно, у них. Там, иногда поставить... Ну, получается, монет. Ну, не прогружается. Проявилась точка, ну, подвигай немножко. Ну, подвигал, но ничего. Оно, сделай меньше. Ну, удались. Сейчас, я тоже почему-то не показывает. А что должно показать? Короче, зеленое... Они просто делали обновление вчера... Это блокчейн, здесь можно смотреть... А, вот, да. Нажимай, например, сейчас, вот, все, я понял. Вот нажимай на любую сотую. Вот, вот, видишь, смотри, слева появилось, что здесь вот стоит, в этой соте стоит три устройства. Показано, что там на две недели, там, что пять всего лишь токенов. В нижнее, в среднее, видишь, оно там 39 токенов, как бы, добыто. Ну, то есть, оно показано, сколько каждое устройство добывает здесь токенов. Ну, можно там нажать, еще, я так понимаю, развернуть эту статистику, по нему посмотреть. Ну, можно на любую сотую точно так же посмотреть. Ходспот – это какая-то горячая точка, то есть... А токенов сколько стоит? Вот они, видишь, начали появляться. Вот, видишь, вот они. А что за вот эти такие стрелочки? Токен стоит за 1... Еще до конца не понял. Ну, то есть, оно строится, сеть интернет, там показано радиус действия, вот эти все какие-то моменты. Но это нам, как бы, для бизнеса не нужно. Это просто вот для какие-то характеристики, которые связаны вот с блокчейном, с интернетом вещей. То есть, кто вот технарь, кому надо понимать. Вот здесь, как бы, информация вся. Тридцать девять токенов добыто за три месяца. А для токенов сколько стоит? Токен стоит около 20 долларов. Зайди на Binance, например. Сейчас я скину ссылку, подожди. Давай. Двадцать долларов – это семьсот баксов за три месяца. Оно, ну, так тебе, во-первых, бесплатно. Но, во-первых, это просто какое-то устройство. В среднем добывается 50 токенов в месяц. Держи, нажимай. Тридцать дней здесь двадцать. Вот третье, там что-то вот, ну, желтое не работает. Я не знаю, почему не работает. Второе, точнее. Первое здесь вот на твоей картинке сейчас двадцать. Один из семь добылась за тридцать дней. Так, девятнадцать долларов. Да, ты где нажал? Ну, ты, я нажал на это, на CoinMarketCap. Да, нет, я просто не вижу. А, вижу, вижу, просто я не то открыл, вижу твое. Да, вот видишь, смотри, сколько пар торговых, ниже покрути. Вот сколько бирж, как бы разных, на Binance 5 торговых пар. Вот, если, ну, зайти на Binance, тоже, там, можешь посмотреть объемы торгов, там, по двадцать миллионов долларов в день. Ну, тут тоже видно, вот, девятнадцать миллионов, видишь. Ну, то есть, это очень хорошие объемы и очень хорошие показатели. И вот топовый фонд от FTX. Сейчас проинвестировал вот это в Helium, сто одиннадцать миллионов. Сейчас тоже ссылку на Bloomberg. Сразу перекидываешь, сразу вот ты видел это. Вот, открой. Я здесь даже вижу, вот он, FTX, десять миллионов. Да, это, не, это FTX биржа, а фонд проинвестировал в Helium, сто одиннадцать миллионов. Просто как вот делал инвестицию, топовый фонд, который называется вот Alameda. Знаешь, Alameda фонд? Ну, короче, спокойно поход при, по-моему, вот этой бирже FTX. Ну, вот, короче, ссылка тебе скинул, почитаешь. Bloomberg, новость вышла недавно, что вот они проинвестировали. Ну, то есть, серьезный объем. Смотри, всего монет будет двести двадцать три миллиона, с них добыто девяносто пять миллионов сейчас уже токенов. Вот они на Binance год, как бы, с хорошим, нажми просто на Binance, посмотри, как там растет, ну, как бы, выбери период цен, цена, как растет. Ну, можно, можно просто перейти на торговую пару нажать, чтобы перейти на Самбинанс. Ну, тут надо выбери токен наш. Нет, тут BTC, тут USTD, ты выбери. HNT. Так, 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 где у нас тут? Право-сверху. Чтоб писать. Вот стакан. Так, как он называется? HNT. 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 Это она сама подставила. Вот, с USTD, нажми вот на пару с USTD. Снова она там подставила. Да что такое-то? Вот, пара, видишь, вторую нажми там, например, с USTD. Ну, то есть, все есть, потом кто-то как бы поизучает. Потихоньку растет. Что, что? Потихоньку растет, говоря. Да, да. Ну, и он на CoinMarketCap 65 в рейтинге всех монет. Ну, то есть, это очень круто. А что будет, когда токены добыты? А дальше ты получаешь от комиссии в биткоине. То есть, дальше комиссия от того, кто покупает. Покупают те люди, которые хотят свои умные устройства подключить к этой сети интернета. То есть, они, там есть экономика, которая тоже на сайте Helium прописана там детально. Я ее детально не разбирал. Как бы, я не вижу в этом для себя смысла. Но суть в том, что дальше, ну, чтобы подключать, нужны токены. И ты токены подключаешь взаимозачеты. И таким образом ты поддерживаешь, ну, тебя оплачивают твою работу. То есть, даже если компании не будет, то есть, экономика работает. Есть децентрализованная сеть с устройств, которые создают интернет вещей по самому современной технологии, самому современному протоколу. Для того, чтобы люди их держали, им нужна вознаграждение. Так как это еще блокчейн и все на блокчейне, то устройство, оно делает, ну, как бы, две вещи. И ноду, как бы, поддерживает блокчейн и раздает вот это волны для беспроводного интернета вещей. Вот. За это дают монеты. Монеты продаются тем, кто их, тем, и покупают их те люди, которые хотят подключить свои умные устройства, типа чайники условно. К этой сети. Это все замкнуто, как бы система, вот строится. У компании, говорю, два года, в Америке, Америка покрыта, Нью-Йорк покрыт. На Bloomberg этот фонд 111 миллионов недавно проинвестировал в эту компанию. На Binance торгуется год уже с большими показателями. Ну, то есть, все очень серьезно. Так, ладно, где дальше заказываем? Да, смотри, вот нажимаешь, видишь, с правой стороны такой, get started here. То есть, типа, начни, ну, как бы, что делать, чек-лист твой. Get started here. Справа сверху. Ага. Только ты спрятал. Нажми на него вот так. И первый шаг. Да, резерв you free hotspot. Типа, зарезервируй свой бесплатный hotspot. Ну, типа hotspot, горячую точку, ну, вот это устройство. Вот адрес сверху твои регистрационные данные. Shipping address – это куда доставка? Адрес? Туда чего? Shipping address – это? Доставка. Да, доставка? Да. Так. По-русски писать или латинский? Да, может, по-русски. Оно подтянет, и надо выбрать с того, что подтянет. Так. Тут сразу укажи дом. Нет, тут только квартира. Тут корпус и квартира в следующем. Unit – это корпус и квартира. Вот здесь вот дом. Вот здесь улицу надо еще. Да-да, улица и дом. Еще можешь начать с почтового индекса. Ну, тоже тогда подтянете сразу. И вот после проспекта Панцева, там выбери дом поставить. Там. Думаю, это будет правильно. Дом только. Выбери с того, что предлагают ниже. Подожди, я уже заботился, какой у меня дом, какой корпус. Сейчас, секунда. И корпус, смотри, корпус в следующем сделаешь. Тут дом только. Да? Сейчас, сейчас, сейчас. А, у меня дом 7. Дом 7. Все, да? Выбери снизу. Видишь, ты? А, ну, да? Правильно? Да, корпус здесь пишем. Да. Да-да, здесь пишем. Просто корпус 6, да? Квартира такая. Квартира 7. Так, все, да? Да. Теперь ниже инсталат, где будет стоять. То же самое. Так. Проспект... Просто сразу писать. Па-ца-ева. Так. Дом 7. Здесь тоже самое. Да. Корпус 6, квартира 7. Правильно? Да-да. Да-да. Ну, попробуй, вот там, где... Ты в улице написал проспект Па-ца-ева 7. Напиши корпус. Оно там подтянет, оно прям корпус. Интересно. Так. Семь. Корпус 6. Ой, подтянь, давай я тут выбираю. Внизу просто квартиру поставишь. Так, все. С правой стороны галочки. Можешь там поставить перевод в браузер, чтобы почитать, что-то ставишь галочки. Ну, надеюсь, тут ничего этого нету. Ну, переведи там почти там. Это же, видишь, без договора просто ты галочки в каждой фразе. Ну, тут я обязуюсь оплатить доставку. Я обязуюсь подтвердить адрес, по которому оно будет стоять, что это мой адрес, что это не просто ты какой-то там левый вставил. Ну, вот такое. Все. Больше, наверное, доставка платная. Ну, то есть, как бы, только в том, что ты почтовой компанией, мы платим не им. Все. Резерву спот. Все. Видишь, в точке тебе объяснено онлайн. Там зеленое что-то уже стоит оффлайн. А черное – это, которое подключено и не стоит оффлайн. Фиолетовый – это мои планы. Типа это могут зарезервировать на друга. Ну, короче. Я этим не пользуюсь. Потому что, смотри. Выше покрути. Выше куда? Видишь, теперь есть, например, план Йохоспот-нетворк. Там, где я с правой стороны, галочка зеленая, резерв Йохоспот-зеленая галочка, ты уже выполнил. Видишь, первый пункт. Дальше есть вторая. План Йохоспот-нетворк. Я этим не пользуюсь, но что такое? Это когда ты можешь планировать сразу свои… Тут инструкция, ниже там это. Это ты можешь планировать устройство для своих друзей. Ну, типа, ты для них место забиваешь, им на почту приходят, и они должны в течение 24 часов подтвердить. И тогда, когда ты для них адрес забиваешь, эта точка становится фиолетовая, и когда они подтверждают, она превращается в оранжевую. Ну, я так не пользуюсь, потому что тут начинают все путаться. Лучше по реферальной ссылке, как я тебе дал сейчас. Угу. Понял. Найди себя на карте, приблизь, где ты есть, точка там нужна оранжевая появиться. Дай, проверю. Так. Давай. Так, а как искать? Пиши адрес сверху, вот строчки адрес просто, может, легче найдешь. Вот здесь? Да. 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 Так, она поиндекса. Вот точки есть, смотри, может не совсем точно отображает, например, точка снизу оранжевая. Твоя? Похоже? На улице, да, поставил просто? Нет, не мой. Мой вот, по-моему. Вот где лупа. Где лупа? Нет, тоже, подожди. Тут Сота уже кто-то перекрыл. Похоже, подожди. А, нет, вот моя, вот моя. Вот так проверяется. А что она сюда Сота не нарисовала? Ну, не знаю, что не нарисовала. Но пока она оранжевая вообще не рисует. Я еще не понимаю, как она до конца тут все эти их обозначения. Мы еще все тут не разобрались. Суть такова. Если было бы меньше 400 метров, тебе бы сразу выдало, что ты не можешь зарегистрировать. Ну, то есть выдал, значит все нормально. То есть проверка под схем. Должна стоять зеленая галочка вот там сверху, резерв ее фрискоспорт и точка. Все, значит и правильно. Пока у них нет еще... Раньше просто регистрация устройства была на сайте первом, где ты регистрировался, где реферальная ссылка. Сейчас они перенесли непосредственно сразу на блокчейн, на карту. И сейчас нет возможности проверить мой заказ и, если что, поменять адрес. Но они говорят, что сейчас в ближайшее время они это поправят и можно будет где-то в моих заказах проверить. Пока проверяем просто точкой и вот этой галочкой зеленой с правой стороны сверху. Вот видишь сколько точек? Неделю назад, может быть, было на всю Россию 20 точек. Вот сейчас просто растет геометрический прогресс. И все забивают места. Я говорю, что эта тема на, грубо говоря, 3-5 дней. То есть если у тебя в первой линии таких 35 человек, то ты будешь зарабатывать примерно от 10 до 20 тысяч долларов в пассиву. Если будет людей больше, то, конечно, будешь больше зарабатывать. Поэтому сейчас надо за неделю, за пару дней просто подключить много людей и дальше все заниматься своими делами и подождать, пока через полгода приедут майнеры. Если что-то поменяется, то поменяется. Если все будет хорошо, то придут майнеры и будем все сразу зарабатывать. Кто придет? А, майнеры придут, когда сразу начнем зарабатывать. Так, я смотрю, ого, на дверь тут нарегистрировали. Да, ну просто тысячи. Вот тот человек, который все началось с Днепра у нас, и вот тот человек, который первый на суд начал под вьетнамцем, у него уже на вчера было 5 тысяч человек за неделю. Офигеть. Надо тогда шириться. Да, у меня вот тысяча тоже за неделю тысяча. А где теперь посмотреть, сколько человек под тобой зарегистрировалось? Зайди в бэк-офис, в тот первый сайт. Так, вот в этот, ага. Видишь, тут есть MyTeam, например, можно зайти в MyTeam посмотреть. Тут ты будешь видеть только первую линию. Там банки, их не адреса, там все дела. Есть внизу Click Here, зеленая. Тебе переходит вот еще на один бэк-офис, это такой с финансами. Здесь есть временный пасворд, видишь, чуть выше тут тебе указано. Ты его должен сейчас скопировать, вставить. Где? Ну вот. Там вот этот? Да. Да, да, да. И его потом можешь поменять. Ну, то есть это тебе предлагается временный, видишь, написано чешусь, авто, юлонг. Типа поменяйте позже у вас пароль. И логин. Ты заходишь в кабинет, ну, скажем, финансовый кабинет, где все твои там кошелек, монеты и так дальше. Вот. И нажми вот, например, геолокация, генеалогия. Генеалогия. И тут будет все видно. А сколько будет посчитано людей, да? Да. И вторая, третья линия, все вместе. Но если на одно выше, там генеалогия, table views, то будет в таблицах. Тут вот нажми, тоже посмотришь. Там в разных конфигурациях здесь все показано на твои люди. Там по уровням, по командам. Ну, то есть по-разному. Все статистики. А платится с каких уровней? Со всех. Со всех? Да. Ну, там какой-то такой... Никто толком сейчас не может понять этот маркетинг план. Его нет на русском. Он какой-то, ну, так вот, необычно составлен. Суть такова. Смотри. А откуда ты взял вот эту цифру, что 35 человек нужно? Вот сейчас объясняю. Смотрите, сейчас там тебя... Давай я тебе поделюсь картинкой. Закрой экран, дай мне доступ 5 поделюсь такой. Давай, сейчас. Так, 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 так. Смотри, я вот создал этот канал, вот, тебе так, чтоб еще обзор просто по нему покажу. Видишь, вот эти... Я просто с людьми как сейчас очень быстро. Вот я просто говорю, слушай, есть тема новая нарисовалась, можно получать, платить не надо ничего. Там интересно, 7 минут послушаешь, да, все, скинул вот эти, как бы, аудио. Ну, как бы людям так говоришь, что быстро. Потом человек, если говорит хорошо, я просто добавляю в канал, вот так, как с тобой, я практически ни с тем не разговариваю. Все сами сюда входят, разбираются. Ну, чуть-чуть об руководителях. Вот это презентация. Я сейчас тебе, как бы, сделаю такой обзор по каналу, чтоб ты понимал, какую инфруму можно взять. Это первая презентация девочки, которую я заказала в Киеве еще зимой за деньги. За деньги ей пришло летом, тоже полгода ждала. Вот она тут, в целом, идея очень понятна, за 10 минут рассказана. Там чуть-чуть с токеномикой чуть-чуть не точности, потому что с 1 августа, ну, условия поменялись. Правильно уже в этом, вот здесь есть как бы, ну, тут файлом, правда, но здесь презентация уже от вьетнамца. Вот сейчас где-то. Но она на русском, да? На русском, на русском, вот. Мы послушали и пропустили. Видишь? Вьетнамец на русском, он уже с 1 августа, свежая презентация, которая правильно уже все тут говорит. Ну, интересно послушать. Это слайды этой презентации, вот ниже. Потом вот это разбор монеты, это про биржу, про CoinMarketCap, про стаканы наполнения, про Binance и так далее. Мой друг сделал на 10 минут разборка. Кому важно по монетке, вот здесь по монетке. Сайт на русском, сами монетки. Вот смотри, если я перейду на этот сайт, тоже важно. Здесь все про компанию. Все есть. Если вот, например, на майнинг нажать, то если я покручу ниже, тут ниже покручу. Тут есть всякие, куча-куча всего интересного. Но я что хотел показать. Вот 10 производителей, которые производят или дистрибьюторы продают. И вот они все работают. Интернет вещей работает на протоколе LoRaWAN. LoRaWAN, что я сказал, самый прогрессивный, самый новый протокол для интернет вещей. Другие компании тоже работают на этом протоколе. Если нажать на вот эти ссылки, мы откроем как раз. Вот, например, я нажму первую вот сюда. Я перейду на как раз сайт производителя. Сайт производителя устройства. Тут все расписано. Там вот эти все процессоры, антенны. Ну, короче, все кому надо по технической части. Если я захочу заказать устройство, например, здесь, то я попаду. Вот оно стоит, например, столько-то денег. Но будет мне писаться, видишь, что расчетное время доставки 12-20 недель. То есть это платно. То есть нет понту даже. Если ты закажешь, тебе ждать столько же. Но из этих монет ты будешь 100% сам себе зарабатывать все монеты себе. Но никакой рефералки здесь не будет. Если ты просто вот так купишь устройство не через компанию. Не через вот эту. Ага. А слушай. Они точно доставят? Ну, не знаю. Людям доставляют. Поэтому мы же, говорю, не знаю. Риск в том, что мы его там закажем. То есть если пока мы ничего не платим. Ну, то есть как бы там должно сейчас связаться. Ну, как люди платили деньги и им доставляли. Плюс смотри, вот эта девочка, о которой я тебе говорю. Плюс мы связались с людьми. Ну, как бы начали с людьми общаться с сетевиками. Как бы на Европу вышли. Там чувак с Чехии. Получили как бы и работают. Ну, тоже ждали там 3-5 месяцев. Ну, кто 5, кто 6. Ну, по-разному там ждут. Работают. В Ирландии нашли людей, которые работают. Ну, то есть нашли по разным частям мира. Которые люди реально заказывали за деньги. И, ну, получали. И тут нам как бы бесплатно прилазить. Я к чему тебе сейчас показал. Просто этот сайт как бы и показал, что есть разные здесь производители. Просто показал, что доставка здесь, ну, долгая. То есть на любой производитель ты нажмешь. Как бы доставка будет долгая. То есть можно заказать любого. Но ты просто их закажешь. Ты заплатишь деньги за него. И также будешь дать долго, как и бесплатно. Только если ты сам заказал. Те сто процентов, ну, здорового производителя. Те сто процентов монет идут тебе. Но если ты работаешь через сайт этот iHub Global. То там еще есть реферальная программа. Вот токенов людей. Ты тоже как бы зарабатываешь процент. Угу. Дальше смотри, что хотел показать. Здесь сайт на русском понятно про Helium проект. Вот Covid Market Cap. Прогноз цены. Статья еще там про прогноз цены. Здесь вот это Explorer. Где точки мы смотрели. Зеленые. Мы видим все монетки. Это так оно выглядит. Ну, какие-то вопросы. Безопасно ли это по технологии. Дальше. Я людям. Есть просто какая-то дополнительная информация. Если тут хочется почитать. Ну, там есть. Ну, какое-то видео там интересное нашел. И проверка дистанции сигнала устройства. То есть можно. Просто если устройство стоит в подвале. Оно маленький радиус. И мало зарабатывает монеты. Если там поставить на крышу дома. То оно больше монет зарабатывает. Потому что больше радиус. И больше к нему других устройств подключено. Оно больше валидирует других устройств. Ну, в блокчейне. И оно больше зарабатывает. Можно проверять, где стоит. Ну, а тут доставка. Кликатор доставки. Ну, если ты уже тебе выслали. Ты можешь отслеживать. Ну, как оно там идет. И так дальше. Видит трекер. Дальше. Вот по регистрации. Вот я людям. Регистрация и доставка. Людям. Есть видео. И есть вот инструкция по регистрации. Там все шаги, что мы с тобой прошли. Вот со скриншотом. Вот резервы. И так дальше. Угу. Потом очень важно прочесть вот эту статью. Вот эта статья. Очень важно. Потому что здесь как бы расписано все. Особица проекта Helium. Основные компоненты. Там децентрализованная сеть. Применение блокчейна. Ну, короче. Консенсус. Как я сказал новый. Тут все расписано. Очень крутая. Это Bloomberg. То, что показал. Это кому интересуют технические характеристики. То есть кто производитель вот устройства. Это магазин производителя. Ссылка на магазин, где показана цена и так далее. И тоже тут написано, что долго они доставляют. Документация. Как бы все техническое. Вот кого интересуют. На каких волнах. Что там работает. Ну, и как дистрибьютор. Кто продает. Вот. Зато энергия 5 ватт в час. Ну, то есть маленькая. Дальше. Здесь еще про технологии. Вот это Ларван. Что я говорил. Вот можно нажать. И здесь описание на сайте. Я выделил картинку, где оно пишется. И вот сам сайт по технологии. Вот нажмешь. И поймешь все технологии. Можно почитать. Ответы на вопросы разные. Тоже вот этот классный технический вебинар. Кому надо. Там нюансы. Точки цветов. Варианты предложения людей. Функционал. Телем. Проект. Тут проверка адреса доставки. Ну, то есть вот тут куча технического. Правда. Это тут скрины по поводу. Ну, чего ты там почитаешь. Тоже важно. Переписка с человеком, который купил. Вот мы. И важно еще. Так, так, так. Ну, все. Вот такое. Теперь то, что ты спросил, как оно распределяется в монетке. Сейчас. Дорофееву сейчас. Дорофееву мы с тобой общались. Ну, покажу. Дорофеев чем сейчас занимается? Многими всякими штуками. Тут тоже качнул людей. Вот смотри. Вот монеты, например, 100 токенов, ну или 100% распределяются таким образом, что 25 идет к тебе, как к собственнику майнера. 25. Вот это 10, 10 и 15, 25 идут к собственникам компании и инвесторам. Ну, написано там. Инвестор, вот это хаб, партнеры и самое хаблоу. Ну, короче, 35% идет в компанию. Как они там между собой распределяют, это их вопросы. А вот эти 25, 5, 5 и 5, то 40% идет уже на рефералку. Идет на рефералку. И как они распределяются? Вот таким образом. Когда есть ты, вот ты получил первый человек, это группа про так называемая, ты с них с каждого получаешь 20%. То есть с себя ты получаешь 25, с них 20. Когда ты в первой линии с шестого человека, с шестого по 15, 10 человек, то с них ты получаешь 25. То есть и с себя 25, и с них 25. То есть то же самое. Это группа бронза. Третья группа сильвера, это с шестнадцатого по 25 человек в первой линии. С них ты получаешь 30%, то есть уже больше, чем от себя. И четвертая группа это голд. То есть это с 26 и все остальные люди, с них ты будешь получать постоянно 35%. То есть не ну с себя 25, а с них 35. То есть выгодно даже не себе поставить. То есть если ты купил где-то на стороне, то 100% сам получаешь, но с рефералки ничего. А здесь ты получаешь 25 от себя, но других много тоже. Смотри, что получается. Тут такой пример, конечно. Если устройство давает 100 монет, ну тут такой, да, то 5 человек по 100 монет. Тут бронза группы 10 человек по 100 монет. В сильвере 10 человек тоже по 100 монет. И в голдис по 100 монет. И если мы с этого получаем по 35%, то суммарно 100 токенов, 250 токенов, 300 токенов и 350 токенов мы получим. В месяц. То суммарно получим 1000 токенов. Вот. Если 12 месяцев это 12 тысяч токенов, а в цене 20, то тут вообще по цене 18, если 12 тысяч токенов умножить на цену 18, мы получим 216 тысяч. И если мы разделим на 100 месяцев, то это по 18 тысяч долларов в месяц. Но тут посчитано 100 токенов. Если даже 50 токенов будет зарабатывать, то мы будем не 18, а 9 тысяч в месяц. Ну, короче, по десятке, что я тебе говорил. А если цена подрастет, то еще больше. Понял? Да, да, прикольно. А если в первой линии будет еще больше людей и пойдет глубина, то еще больше. Поэтому я говорю, недельная работа. Вот смотри, сколько у меня сейчас людей зарегалось. Я просто... Это геонеология, то, что я тебе показывал. То, что я говорил, что здесь второй быковис с комиссией. Финансовый, так скажем. Вот. Но 962 человека, а персонально 33. И оно пошло, пошло. Вирусно. То есть, если оно... А тебе, подожди. Вот 35 нужно персонально? Или всего 35? Да, да. Вот тут считалось персонально. По первой линии. Вот это. Первая линия. Вот. Первая линия. А дальше еще с глубины тоже. То есть, просто после 26-го ты с каждого человека лично получаешь 35% своего майнера. То есть, тебя всегда 25, а с линии 35. Поэтому прикольно. Но меня сейчас с первого видишь 33. Сейчас еще добью. Вот. Но зато пошла глубина. И я думаю, со всех по копеечке. Вот говорю, сейчас я напрягся. Это за неделю работаю. Все. Я там неделю поработал. И то я так был в разъездах. Сейчас еще 2-3 дня добью. И оно дальше вирус нападет. Все. Дальше я другими делами занимаюсь. Через 5 месяцев пришло устройство. Все. Всем хорошо. Все зарабатывают. И тоже можно. Может и полтос получится. Если что-то не так, никто ни копейки не потратил. Ничего. Никто. Все нормально. Но шансы велики. Потому что компания серьезная. Я уже аргументировал. Ага. Я понял. А не получится, что они сейчас свои устройства продали. И сами будут с них зарабатывать. Ну так будут по 35 процентов. Будут зарабатывать. Я имею ввиду. А вообще они сами будут зарабатывать. А нам ничего давать не будут. Так мы выключим устройство. И что? Все выключат. И никто не будет держать. Они тоже перестанут. Тоже верно. Тоже верно. Тоже верно. Понял. Ну все, Ром, тогда если будут вопросы, задам. Да. Спасибо. Давай тогда на связи. Ага. Давай на связи. Пока. Ага. Пока. Продолжение следует...